Обнимашки с диктаторами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому очень важно сверять часы Что они там сейчас делают Что у них получается, что не получается И какие уроки из этого следует извлечь нам здесь в России Чтобы строить прекрасную Россию будущего Вот мы с вами сейчас проведем небольшой факт-чек По поводу того, что в Украине на самом деле происходит Я про многие важные сюжеты, про которые трудно найти у нас информацию И вам стараюсь рассказать И первое, с чего я хотел начать Я очень хотел бы, мои дорогие российские зрители Чтобы наши люди отучались вот от этого представления Что украинцы это какая-то такая периферийная ветвь русских К сожалению, у нас вот это очень распространено Такое пренебрежительное отношение Вот любят называть их хохлами Я работал сам 6 лет в российском правительстве И, честно говоря, был поражен тем Как представители вот этого российского Ну, establishment Не поворачивается язык их назвать этим словом Но, тем не менее, да Насколько они действительно не понимают Что такое украинская нация И насколько к этому серьезно надо относиться Там действительно вот Одна из причин вот этого агрессивного отношения Путинской России к Украине Стоит в том, что многие люди в российском правящем классе Они реально относятся к украинскому народу Это к таким какой-то хреновой версии русских Вот я не шучу сейчас То есть понимание того, что это суверенный соседний народ К которому следует относиться на равных Уважать его и так далее Но оно у нас напрочь отсутствует И, конечно, это неправильно Нужно от этого отношения просто напрочь избавляться Здесь можно много что вспомнить И вот эту постоянную неубиваемую тягу украинцев к свободе Они, в общем-то, единственная крупная страна На постсоветском пространстве Которая так и не дала установить у себя диктатуру Как и не пытались сделать это разные мафиозные дядечки Из самой Украины и извне Прежде всего тот же Путин Который помогал вот этим попыткам в Украине диктатуру установить Ничего не вышло Украинцы молодцы Вот наша передача называется «Обнимашки с диктаторами» Но это одна из немногих наций в мире Которая от этих обнимашек и целовашек категорически уклоняется И правильно делает И не дает себя в объятия вот этим всем мафиозным диктатурам Поэтому здесь, конечно, ну что можно сказать Можно только выразить восхищение и благодарность украинцам Которые подают нам прекрасный пример Но я хотел сказать еще вот о чем Я вижу, что эта тема, хотя она очень серьезная Но она вообще как-то у нас в дискуссии обойдена стороной А дело в том, что я сам происхожу из нефтегазового энергетического мира У меня энергетическое образование Я всю жизнь работал в этом секторе Был заместителем министра энергетики России И вот я хочу вам сказать такую вещь Что вот у нас в России принято гордиться нашей нефтегазовой отраслью Что вот мы, значит, качаем нефтегаз Получаем с эту огромную ренту со всего мира А вот у украинцев ничего такого нет Так вот я хочу вам сказать такую простую вещь Что вот в этой самой нефтегазовой отрасли В энергетической отрасли У нас традиционно всегда было непропорционально серьезное Крупное представительство как раз этнических украинцев Которые во многом нам и создали эту индустрию Вот посмотрите на человека, которого вы сейчас видите на экране Знаете это кто? Это Борис Щербина, который в 60-е и 70-е годы Был первым секретарем обкома КПСС Ну или по нынешним временам губернатором Тюменской области Которая тогда прямо включала в себя все вот эти автономные округа И под его руководством там создавалась вот фактически вся эта современная система нефтегазодобычи Угадайте кто он был по национальности Потом он стал заместителем председателя Совета Министров СССР И курировал эту отрасль И человек, которого в Сибири вам любой скажет Что Щербина внес решающий ключевой вклад Вот в создание западносибирского нефтегазового комплекса Таким как мы его знаем Или вот еще один человек, который вы видите на экране Это Петр Непорожний, который был четверть века почти министром энергетики и электрификации Советского Союза Еще со времен Хрущева Который по сути создал вот эту самую единую энергетическую систему России Которой у нас принято гордиться На самом деле там чуть меньше из чем гордиться, чем принято Потому что она не такая уж единая Это по сути дела единая система резерва Там существует очень много довольно изолированных зон с небольшими перетоками Например, Московский регион всего лишь 10% от собственного потребления может получать снаружи Ну я чуть увлекся своей энергетической тематикой Такой вот Непорожний, это человек, который фактически создал нашу энергосистему Вот в таком виде, в котором мы ее знаем в послевоенные годы Угадайте, кто он был по национальности Угадайте, кто по национальности Виктор Муравленко, это известный герой нашей нефтегазовой отрасли Один из тех, кто внес решающий вклад в освоение нефтегазоносных провинций в Западной Сибири Вот вы видите на экранах памятник Муравленко, который стоит в Западной Сибири Ну, Муравленко, какая фамилия? Может, корейская или вьетнамская? Угадайте, да? Я, кстати, знаете, нашел на одном смешном, дурацком, каком-то русском, псевдонационалистическом сайте Какой-то текст, что на самом деле Муравленко был не украинец А он, ну, действительно, родился в Краснодарском крае, это правда И вот, значит, из этого следует, что он русский На что я хочу сказать, что вот если вы поговорите с любым нефтяником Ну, вам, конечно, нефтяники сразу объяснят, кто такой был Муравленко И вообще вот эти наши доморощенные так называемые националисты Они вот по заводам не ездили и нефтегазовым промыслом И водку не пили в 90-е с нефтяниками Потому что если бы они ее попили, то они бы узнали одну простую вещь Вот как вы думаете, когда нефтяники напеваются, какие песни они начинают петь? Может там, я не знаю, Россия священная наша держава Или там Божий царя храни? Нет Они начинают петь там Ты ж меня не подманула, ты ж меня не подвела И ты ж меня не молодого зумороза музвела Вот я наслушался этого всего, блин, в молодости, да Значит, вращаясь в этой среде Но просто я хочу сказать, во-первых, украинцам спасибо За то, что они внесли огромный вклад Вот в создание тех нефтегазовых и энергетических систем Которыми гордится Россия И которая, в общем, приносит ей основные деньги сегодня А там можно много еще чего вспомнить Я хотел просто рассказать об этом случае Который, вот эта сторона медали Она действительно не очень известна Но я вот как раз по работе в энергетическом секторе Много с украинцами сталкивался И у меня уже тогда сложилось представление Насколько это великая и талантливая нация И вообще нам очень повезло Что у нас есть такие замечательные соседи Мы должны гордиться этим Не всем странам в мире так везет Мы должны, конечно же, всячески помогать тому Чтобы они процветали, жили лучше Двигались вместе с нами по пути европейской интеграции И мы должны гордиться тем, что рядом с нами живет Такой замечательный народ Вот давайте, правда, обсудим, как у них на самом деле Все происходит с вот этим пресловутым движением в Европу Там есть прогресс, но не все здорово И, конечно, хотелось бы видеть какие-то более быстрые изменения к лучшему Сейчас мы поговорим о том, какая там ситуация в этом плане Вы знаете, что в этом году в Украине прошли Президентские парламентские выборы И предыдущий президент страны Петр Порошенко Давайте так откровенно говорить С треском проиграл Вот сейчас очень много обсуждений Украины В нашем пространстве, в соцсетях Оно сводится к этому срачу сторонников Порошенко Со сторонником Зеленского Но здесь, мне кажется, важным, когда уходит политический лидер Который руководил страной В такой очень тяжелый переломный момент Надо подвести некоторые итоги, подвести некоторую черту И, собственно, поговорить о том Действительно ли Порошенко, в общем, заслужил такого шейминга Ну, действительно, он получил очень мало голосов И в парламенте у него теперь небольшая фракция Хотя некогда это была доминирующая политическая сила Украинцы явно проголосовали за не просто серьезные перемены А выставили такую негативную оценку Вот этим пяти годам президентства Порошенко Явно дав понять, что, в общем, они недовольны Прогрессом и скоростью движения вперед И, откровенно говоря, тут есть от чего быть недовольными Ну, вот смотрите Те, кто регулярно смотрит мою передачу Знают, что я пользуюсь некоторыми ключевыми международными рейтингами Чтобы понять, как дела у стран обстоят И вот главный рейтинг, который по полутора сотням критериев оценивает конкурентоспособность стран на мировом рынке Это рейтинг Всемирного экономического форума Который называется рейтинг глобальной конкурентоспособности И вот если на нее взглянуть, то что мы видим? Мы видим, что Украина в 2014 году в этом рейтинге была на 84-м месте Ну, вроде как, это плохо, да? Это там ближе к африканским странам, уже к выходу из первой сотни Но в этом году, в 2019-м, она находится на 85-м То есть ситуация существенно ухудшилась И если посмотреть на декомпозицию этого рейтинга и отдельные его компоненты Там можно увидеть, например, что по степени независимости судебной системы Вот если оценивать, как Украина двигалась по пути реформ все эти годы По степени независимости судебной системы Украина находится на 105-м месте в мире Это хуже России А по защите прав собственности на 128-м месте в мире 128-е место по защите прав собственности, это говорит о чем? Это говорит о том, что если вы собираетесь заводить собственность Украине Или открывать там свое дело То вероятность того, что вы эту собственность потеряете Составляет десятки процентов К сожалению, вот такие вот реалии Или, скажем, рейтинг восприятия коррупции Transparency International В 2014-м году Украина была на 142-м месте Снова хуже России, да? Но сейчас она немножко продвинулась за эти годы вперед Но находится по последнему рейтингу на 120-м месте в рейтинге восприятия коррупции Transparency Это говорит о том, что с коррупцией в Украине все очень-очень плохо Хотя какой-то микропрогресс там был, но тем не менее прорыва добиться не удалось И, знаете, инвесторы это чувствуют Потому что, я не знаю, я вот человек, который верит в то, что все-таки все идет от экономики и экономической ситуации Но капитал-то из Украины бежит 4% ВВП стабильно составляет ежегодный отток капитала Все накопленные прямые иностранные инвестиции находятся там на уровне чуть больше 30 миллиардов гривен Это около 1% ВВП Украины всего на всего Это все прямые иностранные инвестиции за все время При этом, если вы вот в них глянете с увеличительным стеклом Вы увидите там большинство денег с Кипра Ну, примерно так же, как в России То есть это те же переработанные украинские деньги, которые защитились зарубежной юрисдикцией Потому что с правами собственности, как мы выяснили, там не очень Ну и, конечно, Петр Порошенко, ушедший президент, он несет за это прямую ответственность Потому что за эти 5 лет, поверьте человеку, который много занимался важными реформами в правительстве За эти 5 лет Украина могла сделать очень много И, к сожалению, вот она их заканчивает, официально достигнув статуса беднейшей страны Европы Отобрав это сомнительное первенство у Молдовы В прошлом году Международный валютный фонд составил свой рэнкинг Где Украина заняла, к сожалению, не очень почетное первое место в рейтинге беднейших стран Европы И, конечно, за эти 5 лет можно было сделать очень много Я категорически не согласен с теми, кто начнет сейчас говорить о том, что, ну вот, на Украину напала Россия И это как бы мешало делать реформы Друзья мои, вот отмазку всегда можно найти Давайте смотреть правде в глаза Конфликт с Россией, это, конечно, очень серьезный и трагический Мы должны немедленно все российские войска, технику и всяких наших вот этих наемников из Донбасса Прям немедленно оттуда вывести В этом нет вопроса Но, с другой стороны, это уже больше 4 лет, как, по сути дела, замороженный конфликт И ничего не мешало Украине принимать нормальное законодательство, реформировать свои институты Вместо того, чтобы заниматься по-прежнему вот этими всякими своими олигархическими разводками Поэтому, конечно, неудивительно, что украинцы недовольны вот этим отсутствием прогресса Которое, в общем, выразил сейчас в цифрах, которые я вам называл При этом, знаете, вот я категорически не считаю, что Порошенко надо в этой связи как-то шельмовать И прямо вот говорить, что он вообще ничего не сделал Нет, они довольно много сделали Довольно много сделали Ну, например, вот как человек, который следит за их экономикой Они пошли на очень решительный шаг Абсолютно правильный шаг Который мы хотим сделать в прекрасной России будущего Когда Алексей Навальный будет президентом Они очень резко снизили налоги на фонды оплаты труда У них вот есть точно так же, как в России На любую зарплату начисляются страховые взносы Которые идут там в фонды социального страхования И в пенсионные прежде всего, да Так вот у них этот У нас он называется страховой взнос А у них называется единый социальный взнос ЕСВ И так вот он у них составлял 41% На любое начисление на зарплату Когда Порошенко пришел к власти И в итоге они несколько лет назад провели важнейшую реформу Снизили его до 22% И Украина в международных рейтингах По уровням налогообложения в разных странах Она, к счастью, вылетела из позорной первой десятки стран С самым высоким уровнем налогообложения оплаты труда Это важно на самом деле Потому что если вы посмотрите Вот просто график вам, опять же, из рейтинга Всемирного экономического форума Где видно, что уровень налогов Играет решающую роль для инвесторов Когда они принимают решение инвестировать в страну или нет Ну в топ-4, топ-5 стабильно входит уровень налогообложения Наряду с коррупцией и прочими такими базовыми проблемами Поэтому вот здесь, по крайней мере Здесь украинцы сдвинулись по очень серьезному, правильному реформаторскому пути Ну и в целом, вот я в прошлой передаче рассказывал вам Про международный форум по безопасности в Канадском Галифаксе Где выступал, собственно, бывший президент Петр Порошенко Он там говорил о в каком состоянии тяжелом он наследовал страну И действительно, это была абсолютная разруха Янукович бросил Украину полным банкротом Там в кассе были жалкие копейки При огромных долгах валютные резервы составляли всего 5 миллиардов долларов Наверное, если говорить о заслугах Порошенко То главное из них все-таки в том, что он удержал страну И куда-то ее сдвинул Они вышли все-таки хоть на какой-то рост экономики Там в 3% ВВП После всего того реального банкротства, о котором он говорит И который он унаследовал Давайте я вам еще раз этот фрагмент покажу И вы не получили ни путь Президент Бама в том, что он не получил Милитарий хардвир, ли вы? Look, stop doing like this That we have received something from Trump And don't receive something from Obama Because from Obama we receive Three tranches of the loan guarantee From the United States Two of them we already returned But in the year 2014 That was vital for Ukraine Because we have not only an aggression Can you imagine? And immediately when I start to be a president We have just This is not a joke $4,000 on our treasury $4,000 For the salary of doctors For the salary of teachers For the financing of army $4,000 We have golden currency reserve $5 billion And in the next four months We should pay $7,5 billion To return the debts The country was absolutely bankrupt Ну вот нельзя поспорить с Петром Порошенко Действительно он принял страну в удручающем состоянии И в общем ее стабилизировал Вывел хотя бы на какую-то траектору То есть этот самолет не упал А продолжил лететь Но конечно понятно, что Украинцы недовольны скоростью всего этого дела И капитал бежит Инвесторов привлечь не удалось Но все-таки о еще одной заслуги Порошенко Я хотел бы сказать Это человек, который провел абсолютно честные демократические выборы Просто образцовые демократические выборы Я уже не говорю про постсоветское пространство У нас здесь вообще не привыкли к таким штукам У нас каждые выборы превращаются в засовывание каких-то пачек Чего-то там в бюллетень В Украине прошли абсолютно честные конкурентные выборы С прямыми дебатами двух главных кандидатов в президенты Которые вся Россия смотрела Я хочу вам сказать смешную историю Как где-то в начале этого лета я поймал такси в Москве И там оказалось водитель был таджик И с ним ехали еще три таджика Аж четыре таджика Я ехал с ними пятым в машине Очень торопился Поэтому согласился поехать в такой замечательной компании На самом деле они были очень веселые ребята Они все время говорили между собой по-таджикски И я понимал только два слова из их разговора Порошенко-Зеленский, Зеленский-Порошенко И вот постоянно звучали эти две фамилии Это говорит о том, что Украина задает очень серьезный такой стандарт Нормальных демократических выборов для всего бывшего советского пространства Ну и в целом, понимаете, вот для чего вообще нужен президент? Он нужен не для того, чтобы его морду на стенку вешать Там молиться на него, ходить в майках с ним и так далее Нет Он должен для того, чтобы обеспечивать нам ряд базовых вещей Которые вот и делают страны современными, развитыми, спокойными и благополучными Одна из этих вещей Это честные свободные выборы и сменяемость власти Вот ты провел честные выборы, честно проиграл и честно ушел Все, молодец Откровенно говоря, вот просто уже за одно это За то, что Порошенко выдержал этот стандарт Хотя там разные предполагали Ну можно его похвалить И в целом я считаю, что нам надо учиться политической культуре Когда вот мы начинаем не шельмовать и шеймить политических оппонентов И возбуждать против них уголовные дела и так далее А вот поменялась власть на выборах, ну и очень хорошо Старая власть себе там, я не знаю, пишет мемуары, сидит в парламенте Новая власть взялась проводить какие-то реформы, ну пусть проводит Вот такое разделение труда Поэтому, конечно, мне вот этот адский срач между сторонниками Порошенко и Зеленского Который я вижу в интернете, мне он ужасно не нравится Это абсолютно непродуктивно И понятное дело, что Порошенко не добился особых результатов В продвижении Украины по пути прогресса Это довольно очевидная вещь Но, тем не менее, ему есть за что сказать спасибо А вот сейчас мы чуть более подробно поговорим о Зеленском и что он делает Ну, что можно сказать? У Зеленского, очевидно и предсказуемо, проходит медовый месяц Вот последние рейтинги его поддержки Видно, что они очень сильно падают Там уже нет никаких 70%, это ближе к 50% Это было довольно понятно И вообще, то есть, когда люди вот в таком единодушном порыве Там 70% за кого-то голосуют Но это само по себе, во-первых, означает, что этот период такой вот Всемирной поддержки, он не может продолжаться долго Во-вторых, Украина, это страна, конечно, которая Просто невероятным образом жаждет важнейших реформ Та система, которая там существует, она, ну, фактически не функциональна И, конечно, ее надо быстро реформировать И в этом смысле от Зеленского были очень серьезные ожидания Но они там не быстро возюкаются с этим совсем Вот я сейчас чуть подробнее вам там расскажу И, конечно, когда ты либо не достигаешь быстрого результата Либо пытаешься, наоборот, делать какие-то болезненные вещи К которым там люди морально не готовы Ну, понятно, у тебя будет падать рейтинг Особенно, если и то, и другое вместе взятое Вот чуть подробнее о том, что Зеленский делает Он набрал себе такую команду, в общем, не очень известных людей во власть Такое правительство технократов Часто очень с хорошей репутацией Вот вы, например, сейчас увидите на экране скриншот Из поста известного российского экономиста Профессора Российской экономической школы Константина Сонина Который у меня в передаче «Где деньги?» на канале «Навальный лайв» Периодически бывает в эфире Так вот, это пост его радости по поводу того, что министром экономики Украины стал Тимофей Милованов Он, в общем, известный ученый-экономист Они даже писали совместные с Миловановым работы И действительно, в экономическом мире по поводу назначения конкретно Милованова Там была такая легкая эйфория Я, кстати говоря, хочу сказать, что Тимофей Милованов довольно хорошо начал Вот как раз то, что вы сейчас увидите на экране Это вот его очень важные слова о том, что надо продолжать снижать налоги на труд Что чрезмерно высокие налоги на фонд оплаты труда Сдерживают рост зарплат, сдерживают приход инвесторов Сдерживают экономическое развитие Если он будет за это бороться То, ну, я надеюсь, что Украина все-таки действительно совершит какие-то шаги Чтобы вот это налоговое бремя уменьшить И инвесторов сюда привлечь Потому что инвесторы для украинской экономики это все Вот надо понимать, от чего зависит успех всех этих реформ Успех должен создать у инвесторов уверенность Что сюда можно вкладывать деньги Что в Украине защищены твои права собственности Что ты можешь добиться защиты своих прав в суде Что здесь нормальные, приемлемые, а не сверхвысокие налоги Вот для этого правительство должно работать И реформы должны делаться Но не все так здорово Потому что, например, вот есть другой член команды Зеленского Это глава финансового комитета в Верховной Раде Из партии Зеленского «Слуга народа» Данил Гетманцев Который еще весной во время предвыборной кампании Выступал с такими заявлениями Что типа вот снижение налогов на фонд оплаты труда Это какой-то адский популизм Это была ошибка и так далее И вот сейчас в ответ на слова министра экономики Милованова О том, что налоги надо дальше снижать Вот вылезает Гетманцев и говорит Нет, никакого дальнейшего снижения налогов на труд не планируется Я хочу обратить внимание, что вот эти два абсолютно противоречивых сигнала Посылают люди из команды Зеленского Которые занимают высокопоставленные позиции в его команде Один, да, в правительстве возглавляет Министерство экономики Но другой в парламенте возглавляет Финансовый комитет Ключевой профильный финансовый комитет Который в итоге будет решать, поддержать то или иное законодательство или нет Конечно, для инвесторов вот такие противоречия Это прямо ужасно Это прямо ужасно То есть они понимают, что у них там кавардак в партии Зеленского происходит И полная поляризация взглядов Даже нет как бы и близко чего-то похожего на общее мнение по базовым вопросам Ну и в целом у них была такая смешная история Знаете, когда они объявили Когда партия Зеленского только появилась И начала набирать большие проценты Сразу возник вопрос, а каких вообще взглядов она придерживается И очень смешно Они объявили весной, что они будут придерживаться либертарианских взглядов А сейчас вот ключевые представители этой партии говорят, что нет Скорее мы смещаемся от либертарианских взглядов в сторону более социалистических Вот так вот она и металась там из огня до в полами То в жар, то в холод и несчастная Украина Но вообще, честно говоря, я хочу сказать, что это движение в правильном направлении Потому что либертарианство это все-таки такая ультрарадикальная идеология Полной свободы для крупных корпораций Для корпораций это хорошо, для людей не всегда И все-таки вот мы здесь говорили вам о здоровом центризме Который должен балансировать все эти идеи И вот все-таки то, что партия Зеленского в эту сторону двигается Это хороший признак Но в общем-то то, что она так вот на ходу уже находясь за рулем Нащупывает свои идеологические предпочтения Где-то вот на всей этой здоровой шкале между либертарианством и социализмом Это, конечно, круто Это, в общем, говорит о том, что ребята не сильно подготовились Когда приходили к власти Но, в принципе, когда в августе они утвердили новый состав правительства Гончарука Надо сказать, что они объявили такой очень довольно серьезный, амбициозный пакет реформ Не все там было, что я хотел Но, тем не менее, это выглядело очень хорошо Они грозились раздолбать госорганы И уменьшить бюрократическое вмешательство в экономику Серьезно реформировать таможню, прокуратуру Демонополизировать железнодорожную отрасль Запустить земельную реформу Много еще чего Это был такой внушительный пакет Вот если бы все это делалось То это, конечно, Украина очень сильно двинула бы вперед Вот давайте, собственно, проведем небольшой факт-чек Делается это или нет Вот как раз в практической имплементации этих реформ В общем, оказывается, не все так здорово, как изначально было заявлено Вообще, еще раз, я вот просто хочу подчеркнуть Что я довольно много занимался очень серьезными реформами В российском правительстве Реформы, это когда вот вы из какого-то статус-кво Из привычного всем состояния Когда вот есть какие-то правила Есть какие-то предприятия, которые работают Вы это все очень серьезно меняете Для того, чтобы ситуацию улучшить И эффективность повысить Вот я знаю, как это делается Я знаю, насколько болезненный, тяжелый этот процесс Я был автором концепции разделения Газпрома На много конкурирующих независимых компаний Создание конкурентного рынка газа в России Ее Путин запретил Я поэтому из правительства ушел Так что я знаю, о чем говорю Так вот, что в реформах очень важно Кроме того, что заявлено на бумаге Кроме тех законов, которые вы принимаете Очень важно воплощение этого в жизнь Чтобы была не просто политическая воля Но и последовательность Вот сидеть на этом Вот столько, сколько потребуется Чтобы довести результат до конца Недостаточно принять Какой-то отдельный закон Ну и с законами тоже не все гладко Вот, например, западные страны Сейчас выступили с очень резкой критикой Той судебной реформы, которую Зеленский проводит Она вроде как тоже была затеяна, чтобы повысить независимость судов Это благая цель Но вот венецианская комиссия И дипломаты из стран Евросоюза Из Канады Выступили с очень резкой критикой Пакета Зеленского по судебной реформе Там, в общем, просматривается такая Простая и очень понятная нам с вами штука Перетряхнуть состав Верховного суда Чтобы сделать его более близким себе любимому Политическому лидеру страны Ну вот, поскольку представители стран Запада Прям так об этом и говорят То вот, откровенно говоря Я думал, что здесь нет дыма без огня в этом вопросе И соблазн у политиков, конечно же, огромный Мы, кстати, видим, что во многих странах мира это делают И в тех же странах Евросоюза, например, в Польше или Венгрии И Качинский, и Орбан Они пытаются тоже поменять принципы работы высших органов судебной системы Таким образом, чтобы сделать их такими перманентно лояльными себе любимым Ну вот, в принципе, это классическая вещь, которая ведет к авторитарной власти Надо посмотреть, что с этой судебной реформой у Зеленского будет Но первые результаты, конечно же, не очень впечатляющие Учитывая вот эту прям резкую критику со стороны главных международных партнеров Украины Или вот еще одна история Земельная реформа, вокруг которой сейчас столько много копий в Украине ломается Там действительно, например, сельхоз земли ограничены в обороте Там действуют моратории на их куплю-продажу Это абсолютно ненормально Потому что, еще раз, мы говорим о том, чтобы Украина заработала и стала успешной страной Для этого нужны инвестиции Ну а инвестор смотрит, что? Вот ему надо там какое-то производство построить Или сельское хозяйство развивать Ну он может получить вот этот актив в собственности Или вот там, условно говоря, построить завод или купить завод и модернизировать его, например А земля эта ваша вам не принадлежит Она ограничена в обороте И, к сожалению, вот Украине много лет действовало вот это мораторие И сейчас они пытаются разблокировать это дело Вот в ноябре Верховная Рада приняла все-таки в первом чтении закон о свободном обороте земель Но, опять же, вот уже сейчас Там они рассчитывали принять этот закон достаточно быстро Но вот глава фракции Зеленского слуга народа в парламенте Арахамия Вот уже говорит, что не получится принять закон о земле до Нового года Все это переходит куда-то на 2020 год Там какое-то невероятное количество к нему поправок Ну и вообще, значит, как превратить одногорбого верблюда в двугорбого? Да, это вот путем процесса вот этих всяких разных бюрократических поправок и согласований Вот хотели сделать одно, на выходе может получиться совсем другое Я хочу здесь, знаете, вот сказать Я просто читал ряд украинских комментаторов по поводу этой земельной реформы Которые ссылаются на опыт России С принятием земельного кодекса и закона об обороте сельхозземель в 2001-2002 годах Ну да, у нас это все выглядело красиво Коммунисты блокировали трибуну Там никогда, значит, ни пяди русской земли никакому капиталисту не отдадим Закон все-таки проломили и большинство за него проголосовало Кстати, у нас на первом сроке Путина тогда был очень конкурентный бойкий парламент Из восьми фракций они там ругались между собой Там была реальная конкуренция Вот приняли этот земельный кодекс, приняли закон об обороте сельхозземель И тут мы выясняем, что главное в земельной реформе это не закон А то, как вы воплощаете, собственно, эти ваши идеи о свободном рынке земель в жизнь Потому что если чиновник вот как клещ и как пиявка в эту землю вцепится То 20 лет эти законы уже действуют в России Результата ноль Знаете у нас сколько земель находится в государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации? 92% земельного фонда принадлежат государству Знаете сколько находится в собственности юридических лиц? 1% 1% за 20 лет действия земельного законодательства в России оформлено в частную собственность юрлиц В сельхозземлях ситуация получше Ну как я могу говорить получше, когда больше 2 третей сельхозземель в России контролируется государством Ну твою мать, я извиняюсь То есть вот это вот все, хотя законодательство было принято хорошее Ну вот вы можете из этого сделать вывод, насколько рыночная в кавычках у нас в России экономика Откровенно говоря в Украине еще хуже с этим делом Хорошо, что Зеленский и его команда все-таки сдвинулись и довольно быстро пошли по пути разблокирования этого земельного рынка Там, кстати, народ недоволен Примерно три четверти населения эту земельную реформу не поддерживают Потому что думают, что всю эту землю скупят какие-то олигархи, иностранцы и люди останутся ни с чем Там идет большой такой популистский драйв Тоже вот ни пяди земли там не отдадим Значит, друзья мои, земля в частной собственности это хорошее дело Вы можете и должны, я уверен, что в прекрасной России будущее Вот все мои соотечественники, россияне станут собственниками достаточно, надеюсь, больших земельных участков И это будет хорошо Их можно будет иметь возможность свободно купить и продать И это очень сильно двинет вперед нашу экономику Кстати, вот эта блокировка земельного рынка, она точно так же сдерживает наше экономическое развитие Поэтому мы уже больше 10 лет болтаемся без роста И, конечно, потому что путинская система неэффективна Вот этот земельный вопрос вносит сюда свой очень серьезный вклад У нас, кстати, похожий мораторий действует Потому что в нашем, например, законе об обороте сельхозземель Написано, что вы не можете просто так свой надел продать Вы должны сначала спросить госорган И он имеет у вас право преимущественного выкупа И в нашем российском законе об обороте сельхозземель прямо написано Что сделка считается ничтожной Если она осуществлена без реализации вот этого права преимущественного выкупа земли государством То есть не рынок, а хрень какая-то Просто что у нас, что у них И, конечно, молодцы команда Зеленского, что они сдвинулись по пути решения этого земельного вопроса Это одно из главных, что требуют инвесторы Во всех современных, эффективных, богатых рыночных экономиках земля частная Не государственная, а частная, блин И она там свободно оборачивается Там есть нормальный земельный регистр везде Есть биржи, можно цены посмотреть прозрачные и все такое Поэтому ни мы, ни Украина никогда не будем нормальными развитыми странами Если не создать частную собственность на землю и нормальную систему прозрачного рыночного оборота земли И вот хорошо, что Украина сдвинулась по этому пути Плохо что-то дело тормозится И непонятно, чем в итоге кончится Потому что я напоминаю украинцам, что закон это одно Но это тяжелое дело создать в стране нормальную современную систему рыночного оборота земли И одного закона недостаточно И если вот уже на стадии закона пошли какие-то пробуксовки Ну, честно сказать, это задает прям такой вот не очень хороший тон тому, насколько этот проект может быть успешен в дальнейшем Или вот еще одна тема Железнодорожная реформа Одна из крупнейших монополий в Украине Это вот эта залезница, железная дорога Которая создает очень много барьеров для грузооборота Для нормального экономического оборота И в том числе для инвестиций И одна из главных идей, конечно, была ее реформировать Вот вроде план такой реформы сделали Но, опять-таки, вот как мы знаем в России У нас же тоже сейчас большая часть вагонного парка, например, частная Но это просто есть несколько групп Которые все те же олигархи, близкие к власти Которые просто это все купили И, конечно, полноценного конкурентного рынка железнодорожных перевозок у нас в России нету Хотя вроде как есть какая-то номинальная частная собственность и частные операторы Вот здесь очень важно, чтобы, в общем, просто это не привело к перекраске фасадов вместо реальной реформы Тот план, который команда Зеленского сейчас предложила Он содержит такие признаки Что вместо одной монополии в железнодорогах может появиться другая И это, конечно, очень плохо Здесь надо однозначно расставить точки над И Про коррупцию я уже говорил в блоке про итоги президентства Порошенко Довольно печальные Прорывов здесь не наблюдается И команда Зеленского обещала реформировать госорганы довольно кардинально Но вот опять же пока большого прогресса в этом плане мы не видим Посмотрим Я, кстати, говорил со многими западными лидерами на эту тему Я говорю, что вы их, например, мучаете международным валютным фондом Потому что международный валютный фонд оказывает крупнейшую финансовую помощь Украине Но он в обмен на это требуется их фискальную стабильность Налоги не снижать и так далее Я лично, я всегда был против сотрудничества с МВФ Потому что, в принципе, есть довольно много людей Которые без всякой МВФ могут делать реформы сами Я западным политикам говорю А почему вы выгоните этот МВФ? Просто дайте им денег напрямую От правительств западных стран Чтобы они пережили этот тяжелый период Провели реформы, стабилизировали свою экономику Зачем их мучить МВФ? Они говорят, понимаете, мы боимся это делать Потому что они все разворуют Потому что вот такая вот репутация у страны, к сожалению И это, в общем, надо сказать, имеет основание под собой Хотя, например, та же схема по Греции Когда ее выводили из кризиса Они же что сделали? Они сделали фонд в Люксембурге Под контролем кредиторов Дали туда денег И из этого фонда просто выплачивались внешние долги И, по сути дела, греки-то сами не имели к этому большого отношения Никак этим не управляли В принципе, такую схему можно было сделать с Украиной Я, кстати, считаю, что тоже один из недостатков правления Порошенко Что он чего-то добился в плане привлечения Вот этого международного донорского финансирования Но недостаточно Вот И, на мой взгляд, этого надо добиваться больше Главное препятствие этому – коррупция И вот боязнь представителей развитых стран Что в Украине все разворуют Поэтому, мне кажется, здесь это витринная история Я думаю, что команда Зеленского должна Просто семимильными шагами двигаться по пути Того, чтобы продемонстрировать, что они решительно борются с коррупцией И вот эту вот многоголовую гидру Потрубают ей все эти ядовитые головы Пока вот за полгода у власти И за несколько месяцев работы нового правительства Я, откровенно говоря, каких-то кардинальных сдвигов в этом плане не увидел Ну, посмотрим Все еще только начинается И два слова я хотел сказать о том, что не делает команда Зеленского Хотя это не просто надо А это вот ключевые вещи Возможно, важнее даже того, о чем мы сейчас чуть выше говорили Ну, например, банки Вы знаете, что в Украине ситуация, ну, просто зеркальным образом Похожа в этом плане на Россию Там вот четыре крупнейших государственных банка Прежде всего, Приватбанк и Ощадбанк, Сбербанк по-нашему Они контролируют почти 60% активов всей украинской банковской системы Вам ничего это не напоминает? Когда четыре крупнейших госбанка рулят всей банковской системы Ну, мы где-то это видели, дорогие россияне, не так ли? Ну, и я не вижу серьезных положений по дроблению банков И демонополизации банковского сектора в программе Зеленского К сожалению, их нет Поверьте, банковская монополия, она ведет потом и к дальнейшей монополизации И консолидации всей экономики Как мы видим, вот в России, что делают госбанки У которых контроль над рынком и вот эти вот загребущие щупальцы Они что? Покупают ритейл, магнит, ленту Они покупают IT-компании Покупают Mail.ru Group Влезают в Яндекс и так далее Поэтому вот госбанки это такое институциональное зло Монополия госбанков это чуть больше, чем просто вот неэффективное обслуживание экономики Там завышенные ставки по кредитам, заниженные по депозитам, по привлеченным средствам и так далее Это еще такое институциональное зло, которое в дальнейшем корежит всю структуру экономики Делает ее более монопольной Но команда Зеленского, я не вижу, чтобы она собиралась реформировать банки Самая болезненная для меня история Это, конечно, газовая отрасль Вот вы сейчас много слышите, я думаю, разговоров о том, что Россия угрожает Украине отказаться от транзита газа через территорию этой страны И Украина потеряет несколько миллиардов долларов денег, доходов Это будет для нее серьезным ударом Мы не знаем, сейчас эти переговоры прямо при нас происходят Мы не знаем, чем это кончится Но здесь есть один такой важный момент, о котором, возможно, вы не слышали Дело в том, что Украина тратит примерно столько же денег, сколько она получает от России в оплату газового транзита Она примерно столько же тратит на покупку газа по импорту, по международным ценам Украина отказалась от покупки российского газа, покупает его теперь в Европе Но платит она за него примерно сопоставимую сумму с тем, что получает от России за транзит Так вы знаете, что можно за эти пять лет было бы сделать? Можно было бы нарастить собственную добычу газа, для того, чтобы по импорту ничего не требовалось покупать Потому что Украина сейчас добывает, грубо говоря, около 20 миллиардов кубометров в год А могла бы добывать 35 Вам многие аналитики об этом скажут Так вот, почему этого не происходит Потому что они как клещ держатся за вот эту систему полной государственной монополии в газовой отрасли Вот это, кстати, болезнь, которую нам надо будет здесь выжигать в России каленым железом Когда, знаете, появляются вот такие современные умные образованные мальчики в хороших костюмчиках Которые говорят по-английски и говорят Вот у нас здесь была неэффективная газовая монополия А мы сейчас внедрим современные менеджменты и сделаем из нее эффективную Вот, ребят, не бывает, не бывает такой штуки, как эффективная монополия Монополии надо дробить и на их месте создавать конкуренцию Тем более, что Украине, ну вот просто сам Бог велел Посмотрите, вы сейчас увидите на экране карту их месторождений Что такое украинская газовая отрасль? Это огромное число мелких неэффективных месторождений Зачем там монополию-то государственную держать? Ну, сам Бог велел это все раздать мелким частным инвесторам И устроить там адскую совершенно конкуренцию По примеру той же Америки Которой там крупнейший производитель компания-производитель газа 3% от общенациональной добычи только добывает Там невероятный уровень конкуренции в США Когда вы едете по хайвеям американским Там висит реклама на билбордах Купите себе газовую скважину И конкуренция совершает феноменальные вещи Исландцевую революцию, о которой мы все знаем И низкие цены И то, что Америка гораздо больше газа отбывает, чем Газпром Если вы не знали Вот сообщаю, что конкуренция гораздо эффективнее монополии в газовой добыче Ну вот, знаете, какая доля у нафтогаза И его подразделение в общей добыче газа в Украине Примерно 80% По секрету вам скажу Это гораздо больше, чем у Газпрома в России Вот все привыкли считать, что Газпром здесь у нас контролирует все Нет, не все Газпром в России контролирует только 70% газодобычи А в Украине нафтогаз 80% Вот посмотрите, сейчас вы увидите на экране список лицензий на газовые месторождения И увидите, что подавляющая часть лицензий контролируется вот всеми этими же государственными компаниями Нафига это нужно? Это совсем не та сфера, где нужно держать какое-то единое госпредприятие, которое всем рулит Отдайте это в конкуренцию Продайте эти все лицензии Вы получите кучу денег в бюджет Вам не надо будет бегать и просить у международных доноров или у МВФ Вы создадите конкуренцию и снизите себе цены для украинских потребителей Или по крайней мере их сбалансируете Вы сможете резко нарастить добычу и сэкономить деньги, не покупать больше газ на мировом рынке по международным ценам И тогда у вас отказ от российского транзита, например, что бы там ни делал Путин Он пройдет безболезен в этой ситуации Вот чего стоила бы всего одна не сделанная реформа Реформа газовой отрасли Но, к сожалению, ее не сделал Порошенко и не собирался делать И не собирается делать Зеленский У него нет этого в планах Они хотят повысить эффективность нафтогаза Еще раз повторяю, это невозможно Можете пытаться из этого свинца выплавить золото еще столько лет, сколько хотите Но это не выплавляется, это дело Поэтому, друзья мои, вот вам для проверки Когда вы будете наблюдать очередные срачи в Фейсбуке между сторонниками Порошенко и сторонниками Зеленского Скажите, а кто из ваших друзей предлагает радикально реформировать газовую отрасль Украины? Если никто, значит оба хуже Не заслужили поддержки реальной ни один, ни другой Потому что это важнейшая реформа, реформа нафтогаза Которая могла бы сделать лучше жизнь всех украинцев Но ни нынешний президент Украины, ни его предшественник этого даже не планировали Ну и, конечно, такое одно неприятное жирное пятно клякса на репутации Зеленского и всей его команды Это вот эти подозрения, связанные с том, что там за спиной этого всего дела стоит известный украинский олигарх Коломойский Для тех россиян, кто не очень хорошо знает, что такое Коломойский Вот представьте себе, у нас был Березовский, Гусинский, сейчас у нас Ротенберг, Тимченко, Абрамович Вот посадите их все в одну банку и закройте крышку Вот это будет Коломойский Его негативное влияние на украинские реалии, в общем, трудно переоценить Мало того, что он реально украл 5,5 миллиардов долларов из Приватбанка За что сейчас украинские власти с ним активно судятся Ну просто взял и украл из крупнейшего банка страны И, кстати, продолжает нагло это отрицать Нет бы вот спрятаться где-то там, как они любят это делать И изображать себя жертвой политических репрессий Как многие наши сбежавшие банкиры в Лондоне делают Но он еще в наглую, он вернулся Он высказывается так, как будто он реально хочет в стране захватить власть И, кстати говоря, когда оказался под ударом Вот посмотрите, как он заговорил Он заговорил о том, что надо дружить с Путиным Несколько лет назад он про Путина такое говорил Что, я думаю, в Кремле они просто там тряслись все от негодования Но сейчас, видите, оказывается, у нас Коломойский лучший друг России И сторонник примирения с Путиным Когда его финансовые интересы оказались под ударом Один, кстати, из важных сюжетов Вот у них есть такая нефтяная компания Государственная нефтяная компания Украина добывает нефть, не смейтесь Это факт, да? Ну, она немножко ее добывает Но, тем не менее Вот Украинафта Это нефтедобывающая компания Которая принадлежит государству И добывает там 2 миллиона тонн нефти в год Это мало Это такое одно Среднее месторождение У нас в России таких там сотни Вот, но, тем не менее Вот они почему-то, я говорю А что вы не продадите эту живопырку? Ну, реально, 2 миллиона тонн в год Нет, они вот там, значит, конкурс объявляют Как-то, значит, международных менеджеров Совет директоров Этой Украинафты посадить Повысить там эффективность управления Какую эффективность, чертовой матери, управления Для живопырки с 2 миллионами тонн добычи? Ну, отдайте ее в рынок Они говорят, понимаете, мы ее не можем продать Потому что там контрольный пакет у государства Но миноритарный большой пакет Принадлежит Коломойскому И с ним никто не хочет иметь дел А, между прочим, если бы Украина Продала бы контрольный пакет акций Укрнафты Ну, пришли бы там какие-то польские Или арабские инвесторы Которые смолотили бы вот этого Коломойского Так как они хорошо это умеют делать И не подавились бы, не поперхнулись даже И все Украина получила бы несколько миллиардов долларов в бюджет Если бы они просто взяли и продали эту Укрнафту Ну, они боятся, что русские купят Ну, введите в закон положение Что русские не могут покупать Потому что это страна-агрессор Ну, это же проще пареной репы делается Но основное объяснение состоит в том Что Коломойский нам помешает Что он настолько агрессивно ведет себя Как такой гринмейлер Там, миноритарий Который навязывает свою точку зрения Что мы не готовы выставлять Потому что боимся, что никто не купит То есть Коломойский, по сути дела Фактически Вцепившись с вами щупальцами в эту Укрнафту Он не дает украинскому правительству Ее продать И получить для страны на этом много денег И в том числе перспективу роста, например Добычи нефти Потому что сама эта компания жутко неэффективная по себе Вот просто один из примеров Кроме разворованных денег в Привабанке И кроме всего прочего Вот эти постоянные То есть Коломойский сегодня такой Главный агент влияния крупной олигархии Которая пытается под себя выстроить Политическую систему в Украине И собственно вот когда Очень многие украинцы Когда кстати голосовали на выборах Против старой какой-то реальности За переход в какую-то реальность новую Один из ключевых факторов Все-таки это вот Был такой запрос на деолигархизацию Украинской политики Коломойский наоборот олицетворяет Собой олигархизацию И ну конечно есть очень много косвенных признаков Что ну он связан с командой Зеленского Смотрите как его канал 1 плюс 1 Топил Зеленского И вот показывал его даже в день тишины На выборах все его комедийные шоу А там глава администрации Зеленского Андрей Богдан Это бывший юрист Коломойского У него там министры в правительстве Я вот рассказывал в прошлом выпуске Про министра обороны Загороднюка У которого папа член Совета директоров Той же Укрнафты от Коломойского Ну вот как-то вот не много ли связей Как только Зеленского выбрали Коломойский который был в изгнании Сразу вернулся Потом он встречался с Зеленским Они что-то там обсуждали Но вот как-то очень-очень много признаков Которые говорят о том Что что-то здесь не чисто Самый главный конечно признак Это то что новая власть И правительство Гончарука Которое Зеленский привел к власти Они тут же начали юлить по вопросу С возвратом Коломойского Вот этого самого приватбанка Крупнейшего банка Украины Коломойский же не признает Что он его разворовал Он считает что его незаконно национализировали Хочет его вернуть Там были реально вот покушения На бывшего главу нацбанка Гонтареву Которым в причастности Которым подозревают Коломойского И он еще ерничал и издевался Над тем что у него там кто-то напали Дом сожгли там и так далее Шутил на эту тему Гонтарев откровенно считает Что это вот все вещи напрямую связанные Так вот когда Зеленский и его команда Пришли к власти Они начали юлить по вопросу Возможного возврата приватбанка Коломойского И даже МВФ прервал с ними переговоры О новом транше помощи Потребовав однозначно высказаться о том Что дать понять что нет Украинское правительство Возврат банка Коломойскому не рассматривает Это ключевой фактор На который смотрит все международное сообщество Как вот на лакмусовую бумажку Зеленский это скрытое про олигархов Но с красивым новым гламурным фасадом Или все-таки это какая-то новая власть Которая хочет что-то в стране изменить Конечно Коломойский здесь лакмусовый тест И вот они несколько месяцев упирались На переговорах с МВФ Но вроде вот в начале декабря Сейчас подписали соглашение Где Украина даже внечет специальный закон Который в общем заблокирует возврат банка Коломойскому А МВФ все-таки 5,5 миллиардов Новый транш выдаст Но посмотрим И здесь как раз Знаете вот я когда со многими международными политиками Экспертами там говорил весной Когда Зеленский вот только вот ну избирался И у него были все шансы выиграть Ну я спрашивал А что у вас вот вселяет в вас уверенность Что Зеленский все-таки будет делать реальные реформы И не будет какой-то новой оберткой вот той же старой олигархической системы Они говорили вы знаете рядом с ним находятся такие очень хорошие там люди серьезной репутации Типа бывший министр финансов Александр Данилюк И бывший министр экономики Айворос Абрамаевич Которые как раз при Порошенко поуходили в отставку Потому что реформы не делались Потому что олигархи и так далее И вот мне говорили Данилюк и Абрамаевич Сходят рядом с Зеленским Это значит они будут у него в команде Это хорошо У этих людей хорошая репутация Мы вот в них конкретно верим И вот я в конце марта Как раз когда в Украине был первый тур выборов В своей передаче «Где деньги?» на «Навальный лайф» Как раз говорил об этом Что у меня нет ощущения Что там тот же Данилюк или Абрамаевич Если они придут в новую власть То они там надолго задержатся Давайте этот фрагмент посмотрим Это буквально около минуты Откровенно говоря Зеленский во многом представляет из себя такой черный ящик Я вот смотрел интервью с ним Он реально не очень понимает вопросы госуправления и экономики Но вот рядом с ним сейчас появились несколько бывших министров Которых считают одним из самых активных реформаторов в Украине Это бывший министр финансов Александр Данилюк И бывший министр экономики Айворос Абрамаевич Вообще это хороший признак Вот Абрамаевич я например лично знаю Он действительно очень достойный человек И много полезного пытался в правительстве Яценюка сделать Но учитывая полное отсутствие опыта Зеленского И то что он будет слышать как бы голоса влияния с разных сторон Вот насколько эти ребята при нем задержатся Если будет он президентом Насколько они смогут реально проводить свою повестку При том что Зеленский сам не очень понимает что хочет делать Это большой вопрос И что вы таки думаете Таки Александр Данилюк Который сразу же получил назначение главой Совета национальной безопасности Украины Как Зеленский был избран президентом Он буквально через три месяца ушел в отставку Причем мотивирует тем что новая власть ложится под Коломойск То есть вот слушайте Милова Милов вам скажет что будет дальше Вот я как говорил что эти ребята долго там сидеть не будут Так оно и получается Абрамаев сейчас еще сидит Но он сидит на оборонпроме Не в правительстве Не на каком-то государственном посте И на него нет прям такой вот большой непосредственной политической нагрузки А вот на Данилюке она была Ну и он буквально через три месяца После избрания Зеленского хлопнул дверью И сказал не я с вами работать не буду Вы слишком сильно под Коломойского ложитесь Так что это конечно очень-очень тревожная ситуация И вот если у Зеленского не такое большое окно Если в течение буквально ближайшего времени Они ее кардинально не разрешат И не отмежуются от Коломойского Они вот публично сейчас пытаются это делать Вот пресс-секретарь Зеленского говорит Не-не-не он к нам отношения не имеет Но они должны показать дело И по сути дела его заткнуть Я не знаю отправить его куда там обратно в Израиль Откуда он приехал Но все-таки деолигархизация Она должна быть видимо Материализуема Вот нужно не кивоками там отнекиваться Да нет-нет-нет все будет хорошо А если украинская власть в ближайшее время Не предпримет какие-то действия Чтобы показать что она готова Очень сильно отмежеваться от Коломойского И его не будет Он не будет влиять на украинскую власть Ну это значит что надежда Будет угасать просто стремительно На то что при этой власти можно будет что-то изменить И очень важная конечно напоследок международная тема Международное измерение Вот сейчас появилось очень много таких опасений Что страны запада Европейские страны пытаются начинать Украину Так потихонечку сливать Вот там встреча с Путиным в нормандском формате Но как я и думал она в общем ничем не окончилась Потому что пока там присутствует Ангела Меркель Она конечно будет защищать суверенитет Украины И европейский курс Украины Она Путину Украину не отдаст Но мы знаем что появился Эммануэль Макрон Новый харизматичный французский лидер Который вот его обнимашки с Путиным Че там говорить Вы все видите на экране Обнимашки Макрона с Путиным Россия лучший друг Мы не можем без России И вот это все бла-бла-бла Которое мы от разных международных деятелей Много раз слышали В Германии будет смена власти В ближайшее время Причем как я уже вам рассказывал в нашей передаче Следующее правительство может возглавить не ХДС А могут возглавить зеленое Что они из себя в этом плане представляют Это такой black box Большой черный ящик Поэтому конечно Украине надо готовиться к времени Когда ее такие серьезные Очень авторитетные международные друзья Будут уходить с политической сцены Приходить кто-то новый И у этих людей будет соблазн перевернуть страницу Наладить какие-то мосты все-таки с Россией Потому что Россия довольно большая Она конечно маленькая по мировым меркам Но она точно больше Украины И конечно же По вопросам международной безопасности И всяким прочим военным штукам Ну как минимум есть серьезный запрос на диалог с Россией Кто бы в России не находился у власти Вот эти попытки Как-то отодвинуть Украину как барьер Мешающий диалогу с Россией И более интенсивно говорить с Путиным Они конечно будут Украине надо к этому готовиться И вот здесь надо понимать одну простую вещь Попытки слить Украину Перевернуть страницу Помириться с Путиным Будут тем успешнее Чем хуже Украина провалится Вот подвижение по пути Вот этих самых пресловутых реформ Это вопрос Который приобретает краеугольную остроту здесь Если Украина покажет успех Если она сделает быстрые реформы Которые приведут к быстрому росту экономики К росту Украины в международных рейтингах Конкурентоспособности К тому, что эта модель станет привлекательной И у нас в России В том числе все больше людей Начнет показывать пальцами Вместо хаоса Там олигархи И чего-то такого Говорить Смотрите у них получается Они пошли по вот этому пути Прозападных реформ и европейской интеграции И это дает плоды Люди живут лучше Страна развивается Тогда будет гораздо легче Украину защищать Украину очень трудно защищать Когда она, грубо говоря, ничего не делает Реформы не идут Опять коррупция Бегут инвесторы Население нищее Самая бедная страна в Европе Понимаете, тут любая Меркель Которая очень любит Украину Даже она начнет чесать репу И говорит Слушайте, ну сколько можно Мы вот в эту уже, значит, бездонную яму там все кидаем Кидаем, а у них ничего не растет Ну, может быть, действительно Устроить какую-то перезагрузку Потому что это все не приносит плодов Поэтому, на мой взгляд, сейчас Такой исключительно важный Международный тест для репутации Украины Вот не просто там Выбрали какого-то парня Который вроде более симпатичный, чем Порошенко Сейчас на международной арене Для Украины важнейший экзамен Вот им дают, как бы, такой Еще один шанс Сможете ли вы кардинально реформировать себя И стать более нормальной страной Чем какое-то, значит, раздираемое На части олигархами коррупционное болото Шансы для этого есть Я лично в потенциал украинцев верю Но вот первые шаги Новой украинской власти И мы сейчас с вами это подробно обсудили Они такие Не очень обнадеживающие Ситуации уже прямо сходу начинают ввязнуть Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь Что когда у нас в России был Егор Гайдар И его Ельцин назначил главным реформатором в правительстве Когда страна лежала в разрухе У нас не было просто элементарной еды Жрать было нечего Магазины были пустые Егор Гайдар возглавил правительство по факту Через шесть недель он провел важнейшую реформу в нашей истории Либерализацию цен По поводу которой все зубры советской и российской политики Вот ходили так вот опасливо, значит, вокруг нее Но боялись ее даже потрогать Хотя всем было понятно, что главное решение Это в том, чтобы отпустить розничные цены Представьте себе, у нас появилась еда Мы даже стали с ней дружить И там надо было не несколько часов в очереди С раннего утра отстоять, чтобы что-то поесть себе купить А может после работы пять минут зашел, набрал и все Вот мы уже к этому привыкли за 30 лет Но если бы не Егор Гайдар, этого не было Но, к сожалению, я в Украине не вижу Егора Гайдара Вот такого человека такого масштаба Который пришел бы и взял бы, вот сделал что-то Вот у них вот многое, к сожалению, начинает ввязывать Прямо сразу на месте Очень жалко Я был бы рад, если бы это было по-другому Но на самом деле выглядит по факту это просто вот так Какой бы ни был у вас симпатичный министр экономики Блестящий ученый Но делать надо что-то Прошло уже довольно много времени Полгода с тех пор, как избрали Зеленского президентом С 73% Больше трех месяцев с тех пор, как они, получив большинство в Раде Впервые в украинской истории Одна партия имеет большинство в парламенте Назначили правительство По-моему, вот я не ношу часов Но вот уже пора их как-то начинать сверять И смотреть на результаты Результаты, к сожалению, пока не видно Я это говорю не для того, чтобы украинцев обидеть А для того, чтобы их немножко подстегнуть Если они нас смотрят Все-таки, ребят, надо бить по щекам своих политиков Плеснуть им на шатырем в лицо Что еще там придумать и что с ними сделать Чтобы они все-таки зашевелились Чтобы у них какой-то пульс начал прощипываться там Пока, к сожалению, да, что-то делается Но вот в целом я хочу сказать, что результаты этого не очень обнадеживающие Отдельно я хотел сказать о своем отношении к поведению президента Зеленского В диалоге с Дональдом Трампом Вот это просто позорище позорное Так нельзя себя вести на международной арене Ну просто, если кто хочет понять, о чем я говорю Просто перечитайте вот транскрипт разговора Зеленского с Трампом И он просто чуть не облизал его там, понимаете? Ну вот так, при том, что Трамп ему прямо сказал открытым текстом Мужик, если ты мне не поможешь грохнуть, значит, политически моего оппонента Я тебе заморожу вообще всю помощь Вот прямо так открытым текстом и сказал И за это его сейчас демократы пытаются объявить ему импичмент И что сказал Зеленский? Ну, окей, ладно, я понимаю, там, дипломатический этикет Ты говоришь там, спасибо, господин президент Я подумаю над вашим предложением Кладешь трубку и там встречаешься со всеми, с кем можно С Меркель, с Туском, с Юнкером, с Макроном, с Толтенбергом там Много с кем можно поговорить, сказать, ребят, вот у меня такая проблема Трамп на меня давит, пытается из меня что-то выжить Но вообще вот так нельзя делать с президентом великой и суверенной страны Ну, я, к сожалению, вот понимаете, ну все же читали И Меркель же читал И Столтенберг же читал эту расшифровку этого разговора Зеленского с Трампом Из которой все становится понятно Ну, про Трампа-то все давно понятно Но из этой расшифровки становится все понятно еще и про Зеленского Ну, будут вашего лидера после такого уважать Ну, мне кажется, что я не вижу, кстати, в Украине Вот такой большой внутренней дискуссии на эту тему Что там что-то было не так И там было много чего не так Нельзя так ложиться вот перед всякими там коррупционерами И людьми, которые пытаются разложить существующий демократический миропорядок И обнимаются с Путиным Я понимаю, что Украина сделала большую ставку на партнерство с Америкой Но Америка это не только Трамп Ну, мне кажется, что вот Зеленский в этой ситуации выглядел, конечно, удручающе жалко И в целом, конечно, что можно констатировать Медовый месяц заканчивается Рейтинги ожидаемо падают Реформаторы уходят Реформы не то, что не делаются Мы сейчас подробно и честно так проанализировали Но не все, недостаточно Ввязнут по темпам Не очень понятно по содержанию Хотя, на мой взгляд, вот это супербольшинство Которые Зеленский и его партия получили на президентских и парламентских выборах Это был уникальный, конечно, для Украины исторический шанс Для того, чтобы кардинально куда-то сдвинуться Ну, этот матч еще не окончен Но вот, честно вам скажу У меня ощущение в этом смысле не очень хорошее Подписывайтесь на мой канал и программу «Обнимашки с диктаторами» Донатьте нам на продакшн Это был большой такой серьезный разговор о том, что сейчас происходит в Украине И мы начали эфир наш с композиции «Ван Халлен» «Dreams» «Мечты» Собственно говоря, вот украинцы вдохновляют всех нас, я думаю, на постсоветском пространстве Вот этой своей неубиваемой мечтой о свободе О построении нормальной современной европейской страны Но в «Ван Халлен» есть и другая композиция Которая называется «This dream is over» Эта мечта окончена Мечтайте другую мечту Не хотелось бы думать, что в Украине вот наступает прям такой момент И шанс еще есть Но, мои дорогие украинские друзья, если вы нас смотрите То, я думаю, вы поняли, что все ждут от вас, чтобы вы как-то активизировались И начали строить прекрасную Украину будущего Немножечко быстрее Это был Владимир Нелов Спасибо, что были с нами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok